Углеводы. Ну, значит, углеводы, если, так сказать, совсем просто, это сладкое что-то, да, вот на картинке нарисовал, применительно к Новому году, как обычно углеводы выглядит хлеб, вот типичный источник углеводов, крахмала, да, фрукты, овощи, многие на самом деле углеводы, хотя они не воспринимаются как сладкие, там картошка, там одни углеводы, на самом деле крахмал тоже. Углеводы также, естественно, все вот эти тортики, вся вот эта хрень, это явно, что углеводы, то есть сахар, да. Ранее здесь на канале была уже общая биология, где я кратенько про углеводы говорил, про состав, про биологическую роль, поэтому школьных всяких истин я не повторяю тут, здесь уже, так сказать, диетология применительно к тому, что в организме человека творится, но самое, в общем, главное, что из школьных истин нужно напомнить о том, что углеводы у нас тоже полимеры. Соответственно, они бывают организованы в некие сложные цепочки полисахариды, и это именно крахмал, гликоген и целлюлоза. То есть, в общем-то, в том, что мы едим, допустим, в овощах и фруктах, оно содержится, как правило, как полимер, потому что из этого как раз устроены там клетки, яблоко там, допустим, из целлюлозы, клеточной стенки растений, да. А в организме они используются как моносахариды, то есть разбивают их организм в процессе пищеварения на отдельные кирпичики, из которых они состоят. И моносахариды это, допустим, глюкоза, моноза, галактоза и фруктоза, это основные. Ну, также могут быть промежуточные, допустим, дисахариды, это когда две молекулы, не одна молекула, а две, допустим, сахароза, мальтоза, лактоза. Полисахариды у нас частично не перевариваются, и у нас имеются непереваримые полисахариды, такие как целлюлоза. Ну, целлюлоза, из нее состоят клетки растений, и самые такие твердые, допустим, зелень, вот какие-нибудь там сельдерей, какие-нибудь там лучок, вот этот вот там, всякая петрушка. Вот там сплошная целлюлоза, она на самом деле не переваривается, да. Первоначально я тут рассказывал уже немножко по истории диетологии, вообще считали, что тогда целлюлоза есть не надо. У нас была эпоха консервов, в начале 20 века считали, что вот эта вся грубая пища деревенская, раз она не переваривается, то она и не нужна, нужно в чистом виде там жрать, допустим, сгущенку, молочная сгущенка. Вот содержит белки, жиры, углеводы, вот считали, что лучшее питание. Сейчас это все опровернуто, выяснено, что огромная роль у целлюлозы в питании имеется, и есть ее надо, и сейчас, наоборот, рекомендуют есть целлюлозу как можно больше. То есть травку, то есть волокна, волокнистую что-нибудь. Во-первых, не усваивается и хорошо, а то сейчас все жирные. Вот и пусть не усваивается, говорят диетологи. Функции у нее, вот я беру опять по-барановскому пока что рассказываю, функции у нее на самом деле обширные. Вот что касается приема пищи, она создает чувство насыщения, не увеличивая энергетическую плотность. То есть вот нажравшись, так сказать, капусты, считаешь, что ты наелся, больше есть не хочется, а на самом деле никаких, собственно, энергетических веществ в большом количестве-то и не поступает, то есть не потолстеешь нам. Дальше она стимулирует выделение желчи, она тормозит пищу в желудке. Дальше в тонкой кишке она мешает всасыванию глюкозы, а это хорошо, что дальше пусть переваривается. Мешает всасыванию токсических веществ, то есть целлюлоза на себя берет всяква траву, связывает ее. Тормозит гидролиз крахмал, что все мешает развитию диабета. В толстой кишке целлюлозой частично питается кишечная микрофлора, и она там ее все-таки разлагает. Ну и кроме того, вообще она нужна для этой микрофлоры, микрофлора нам нужна. Поэтому без целлюлозы, если совсем травы не ест, то начинается дисбактериоз кишечника. Кроме того, она формирует нормальное вот это вот выделение кала. То есть она, в принципе, помогает и от поноса, и от запора так-то вот целлюлоза. Но больше, конечно, от запора. То есть она создает, собственно, увеличивает скорость выделения кала толстой кишкой. Но на самом деле частично и от поноса, потому что она против дисбактериоза. Таким образом, целлюлоза нам тоже нужна, все абсолютные углеводы нам нужны. Кратенько. По вот этой схемке из Барановского. Как у нас, собственно, обмен-то происходит. Ну и вот здесь вот видно, что у нас, в общем-то, разлагается все это до минимальных частей. У нас глюкоза, все-таки основная ее функция энергетическая. Поэтому организм ее частично запасает. Все время же она не поступает. И особенно, когда мы были дикими людьми, мы ели редко. Поэтому в основном весь этот метаболизм глюкозы связан с ее депонированием. То есть где-то она хранится в каком-то виде, опять же в виде полисахаридов, то есть каких-то более сложных веществ. А потом она где-то высвобождается. Но где она хранится? Значит, гликоген, основная депонируемая форма глюкозы. То есть организм, полагая, что все время есть он не будет, и все время, значит, глюкоза поступать не будет, он всегда создает ее запасы. Вот когда мы поели, печень, прежде всего, создает запасы, значит, гликогена. И гликоген хранится в печени, в мышцах, мышцы тоже он создает, и в почках. Вот в печени, мышцах и почках. Это не жир, это гликоген. Это что-то типа крахмала, так грубо говоря, да? Потом, значит, этот гликоген при интенсивной работе мышц, вот мы поели, потом мы что-то там пошли работать, да? При интенсивной, кстати, работе мозга тоже расходуется глюкоза. Мозг тоже у нас такая порядочная мышца, и интенсивная мыслительная деятельность расходует и порядочно глюкозу. Вот, из этого гликогена глюкоза достается и, соответственно, расходуется на энергию. Это основной такой путь метаболизма углеводов. То есть у нас есть запасы где-то сахара, так грубо говоря. Чтобы его перевести в рабочую форму, его нужно опять разбить на мелкие молекулы, что, собственно, печень постоянно и делает. Помимо этого всего прочего, в глюкоза входит сахар, вообще говоря, да, углеводы, не совсем глюкоза. Сахар входит в состав АДФ, а также нуклеиновых кислот. То есть, вот, собственно, наши гены, в каждой клетке у нас есть определенные гены, которые к тому же клеткой управляют. Вот управляющие центры каждой из нашей клетки, они, в общем-то, тоже делаются из глюкозы. Я говорю, что нуклеиновые кислоты человек сам делает, не нужно их есть с пищей, так делает это тоже из глюкозы. То есть важное направление, функция глюкозы не только энергетическая, а то, что это строительный материал для нуклеиновых кислот и для АДФ. В принципе, печень, основной наш орган, который вырабатывает глюкозу, без печени жить нельзя, и поэтому, товарищи алкоголики, завязывайте. Алкоголь всем известно, что убивает печень, а печень это основной орган, который производит глюкозу, то есть снабжает организм энергетически. Примерно 30% производства глюкозы печенью это разложение гликогена, то есть запасов. И примерно 70% это глюкониогенез, то есть синтез глюкозы печенью, делает она глюкозу. Гликогена в организме примерно полкило, 500 грамм. Запасы гликогена истощаются через 12-18 часов после приема пищи. Вот если сутки не есть, я, естественно, практиковал всякие практики экстремальные, долго тоже не ел в том числе. Вот примерно через сутки истощается у человека глюкоген. Человек чувствует, что он сильно голодный, организм все переводит в состояние экономии, головной мозг, кстати, медленно соображает, потому что он тоже много расходует, мышцы расслабленные, потому что они тоже все расходуют. Значит, организм считает, что глюкоген исчерпан, нужно немедленно жрать, и поэтому весь организм переводит в состояние экономии. Все, что осталось, нужно срочно экономить, глюкозы больше, скорее всего, не будет. Потому что мы рассчитаны именно на голод. Мы сейчас живем в ненормальной ситуации, когда в магазинах все есть. Вот для Homo sapiens это ненормально, потому что он бегал по лесу и искал, что бы там пожрать от каких-нибудь там тигров и носорогов. Вот это нормальная жизнь была, на это рассчитан организм Homo sapiens. Ну, к этому мы еще не раз вернемся и в медицине, и в психологии. Значит, если нет гликогена, тогда, естественно, у нас есть жир, тогда у нас печень начинает переводить жирные кислоты в глюкозу тоже, что без глюкозы не может. И при этом организм основной, основное направление в ее деятельности это обеспечение глюкозы головного мозга. Что без головного мозга жить не будет, а без руки может жить. Поэтому руки-ноги он начинает мало снабжать, и даже если голод продолжается, он будет уничтожать руки-ноги, он будет мышцы на глюкозу переводить. А головной мозг он снабжает глюкозой в любом случае, потому что это смертельно опасно, если в головной мозг глюкоза не поступает, он не работает, а не работает, человек сразу умирает. Поэтому организм будет делать все, чтобы выжил головной мозг, все, до последнего, за счет остального всего организма. Значит, синтез глюкозы печенью осуществляется, во-первых, из аминокислот, вот еще нужно повторить, что белок, печень, хорошо перерабатывает на глюкозу. Печень может сделать из белка сахар. Разные аминокислоты, они по-разному устроены, лучше всего она делает из аланина. В зависимости от состава аминокислоты, может печень сделать сахар из мяса. Вот у нас сейчас белковые диеты популярны, типа для похудения. Ну вот, надо сказать, что из белка может печень сделать сахар, и будет такой же сахар, такая же глюкоза. И точно так же все проблемы с диабетом она может печень обеспечить. Если не хватает глюкозы, она будет делать из белка. Она из мышц может делать. Дальше, значит, помимо, вот, кстати, аминокислоты из белка, это основной путь синтеза глюкозы. Помимо этого, она может делать из таких веществ, как лактат, перуват, глицерин и, собственно, из жирных кислот. Но из жирных кислот, из жиров она делает довольно мало. Надо сказать, глюкозы, но к жиру мы еще в следующем нашем клипе вернемся. Если нет экстремальной ситуации, то печень ничего этого не делает, она, наоборот, все перегоняет на гликоген. То есть она начинает запасать. Кроме того, печень начинает делать жир. Если, значит, глюкозы достаточно, печень считает, что, ну, эта ситуация временная, все равно потом будет плохо. Надо делать гликоген. Гликоген весь сделали, полкило, дальше делаем жир. Вот поэтому печень в то же время и орган ожирения, и сама она может иметь жировую ткань, когда избыток углеводов поступает. Ну и, в общем, как обычно, получается, что без углеводов жить нельзя, но слишком много это тоже плохо и вызывает все вот эти процессы ожирения. Основной все-таки орган, который работает с этим, это печень. А гормональную регуляцию осуществляет поджелудочная железа, которая выделяет инсулин, и инсулин определяет как раз всасывание глюкозы в клетки. Если у нас толерантность к инсулину, то есть у нас организм в диабет перешел, значит, и инсулин больше не работает как надо, тогда вот фруктоза, почему диабетикам фруктозу продают фруктозу без инсулина поступают в клетки. Поэтому они могут получить диабетики и углеводы, получается, из фруктозы теперь уже. Но нежелательно, опять же, рафинированную фруктозу. Фруктозу нужно в виде яблок есть, в которых много целлюлоза, в виде фруктов, а не в виде того, что продается в магазинах для диабетиков, где такое все рафинированное и без целлюлоза. Мышцы в какой-то степени тоже участвуют. Там имеется небольшой запас гликогена 1%, который, в принципе, мышцы могут перегонять гликогенную глюкозу сами по себе. Они могут образовывать перуват, при этом перуват в лактат они переводят и так далее. Мышцы могут работать в аэробном режиме и в анаэробном, то есть с воздухом и без воздуха, при этом разные реакции. Но, впрочем, это не совсем диетология, и об этом, значит, мы будем позже. Помимо вот этих всех процессов, больше связанных с энергией, из углеводов, как я уже говорил, образуются жиры. Ну, в частности, из них синтезируются организмом гликопротеины, гликолипиды. Также они являются предшественниками аминокислот. Вот я говорил, что организм делает кое-какие белки, имеются заменимые аминокислоты, так он их делает, опять же, из углеводов. Вот они взаимно переходят. Если нужен белок, может организм, в принципе, кое-какой белок, не весь, но кое-какой он может делать из сахара. Ну, там, естественно, с участием микроэлементов и прочего, там, что надо, да. А если, допустим, нет углеводов, то нужно, наоборот, углеводы делать из белков. Вот такие у нас дела в организме, и планируя собственную диету, надо хорошо себе представлять, что, допустим, нам все равно нужно много целлюлозы, без этого у нас бактерии нужны нам погибнуть, да. Нужно представлять, что у нас организм все время запасает глюкозу в разных формах и также ее и расходует. Ну, вот это очень сильно относится к проблеме еще похудения, да. И даже, наверное, я похудение отдельный курс делаю, потому что тема всем важная и интересная. Ну, а пока что вот просто общая характеристика обмена, собственно, углеводов в организме. Продолжение следует...